Всем привет! С вами Хельга Пирогова и самые важные новости к этому часу. Шойгу доложил Путину про взятие Маринки в Донецкой области. Жены мобилизованных судятся с Путиным, а Алексеева Навального нашли за Полярным кругом. Сейчас все подробно расскажу. 20 дней мы ничего не знали о судьбе Алексея Навального. Отправили сотни запросов во все возможные СИЗО. И вот Алексей нашелся в исправительной колонии номер 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Колония называется Полярный Волк. Она находится в поселке Харп. И это на 60 километров севернее Полярного круга. С одной стороны, это очень радостная новость. Алексей нашелся и с ним все в порядке. С другой, нужно понимать, что его отправили в одну из самых северных и отдаленных колоний. Там очень суровая зима и повышенный уровень радиации. Колония со всех сторон окружена тундрой и скалистыми горами. Связываться с заключенными очень сложно. Онлайн-сервисов там нет, а бумажные письма оттуда могут идти несколько недель. И сегодня еще стало известно о местонахождении экс-депутата Алексея Горинова. Его также не могли найти почти две недели. Он был госпитализирован в тюремную больницу при ЕК-3 во Владимире. Такой день получился, когда нашлись те, кого так долго искали. Россияне становится все беднее. Путин с Набиулиной постоянно отчитывается про рост доходов. Но цены на продукты растут еще быстрее. И это особенно сильно бьет по самым уязвимым людям – пенсионерам. Кремлевский Росстат отчитался, что реальные пенсии за год упали на 0,7%. Но это официальные данные. А на самом деле ситуация еще хуже. Вы просто посмотрите, как люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы купить элементарные продукты – рыбу и яйца. При том, что они за год подорожали на десятки процентов. А сейчас посмотрите видео из Забайкалья, город Краснокаменск. Там из-за коммунальной аварии целый город остался без цвета. Электричества нет уже больше шести часов. Также в городе перестали работать вышки сотовой связи. И постепенно пропадает отопление. А по ночам температура в городе под минус 30. Ни коммунальщики, ни городские власти не говорят, что же произошло. И когда в дома вернутся свет и тепло. В Волгограде подхватили тренд на борьбу с лонравственностью и пригрозили уволить сотрудников местного госканала за костюмированную вечеринку. И нет, вечеринка не была голой, как у Насти Ивлеевой. Обычные костюмы, судя по фото. Но ханжи в борьбе за нравственность усмотрели в них порнографию и даже антихристианскую пропаганду. Белгородские власти сообщили, что сегодня хутор Марьино подвергся минометному обстрелу. Есть двое пострадавших. У обоих мужчин миновзрывные травмы. А Шойгу на встрече с Путиным отчитался, что российские войска взяли Марьинку. Это в пяти километрах от Донецка. По словам министра обороны, это позволило существенно отодвинуть линию обороны ВСУ. Марьинка – небольшой город с населением в 10 тысяч человек, который российская армия буквально стерла с лица земли. Например, вот так город выглядел 9 месяцев назад. А как он выглядит сейчас – страшно представить. Жены мобилизованных тем временем продолжают свою борьбу за возвращение мужей с фронта. Они намерены через суд отменить указ Путина о бессрочности службы контрактников и мобилизованных. Женщины считают, что без действующего военного положения в стране Путин не имел права вводить частичную мобилизацию и не мог менять федеральный закон о прохождении воинской службы. Согласно ему, срок службы должен составлять один год. Пока одних не отпускают с фронта, вагнеровцы, которых Путин помиловал и отпустил, совершили на воле уже сотни преступлений. На них завели более 190 уголовных дел. В основном это кражи, грабежи и разбой. При этом большинство получило только условные сроки. Штрафы или дело вообще закрыли после примирения сторон. К международным новостям. В Белграде со вчерашнего дня продолжаются акции протеста против победы правящей партии на парламентских выборах. Премьер-министр сообщила, что никакого Майдана в Сербии не будет. И предотвратить его помогли российские спецслужбы. О подготовке беспорядков в городе, по ее словам, сербские власти проинформировали именно о ней. А вот кадры из другой части света. Это Мексика. Там около 8 тысяч мигрантов сегодня направились к границе с США. В начале колонны у них на транспаранте написано «Побег от нищеты». Это акция протеста против мексиканских властей и ужесточения миграционного законодательства. Активисты сообщают, что власти перестали выдавать иностранцам разрешение на транзит. Напомню, что тысячи граждан латиноамериканских стран ежегодно сбегают в США через Мексику. Просто потому, что в их странах нищета, а где-то еще и диктатура. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что были с нами этим вечером. Не забывайте ставить лайки нашим новостям и пишите комментарии. Я их читаю. Нашим патронам отдельное спасибо. Без вас наша работа была бы невозможна. А я прощаюсь с вами. Увидимся. Пока. Субтитры подогнали Симон.